В России зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 79-летняя женщина скончалась от пневмонии в одной из московских больниц. По последним данным, COVID-19 в соседней стране выявили у 147 человек. А в ВОЗ заявили о начале первых испытаний вакцины. Директор этой организации назвал невероятным достижением тот факт, что испытание началось спустя всего два месяца после обнаружения генетической последовательности коронавируса. Между тем, в Китае впервые с начала вспышки за сутки не зарегистрировали ни одного нового внутристранового случая заражения. Всего же в мире COVID-19 диагностирован у 220 тысяч человек. Вторая бригада китайских медиков прилетела в Рим для помощи борьбы с коронавирусом. Там сейчас самая тяжелая ситуация. В среду Италия побила рекорд китайского Уханя по количеству летальных исходов. За сутки в этой европейской стране скончались 475 зараженных. Таким образом, с начала пандемии вирус убил почти 3 тысячи человек. Всего же сейчас там без малого 36 тысяч пациентов с COVID-19. Рост числа зараженных наблюдается по всей Европе. Количество заболевших исчисляется десятками тысяч. В Нидерландах по сравнению с соседними странами ситуация не самая тяжелая. Более 2 тысяч случаев COVID-19. Но напряжение, видимо, достигло апогея. Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок во время парламентских дебатов о коронавирусе. Нервы сдают и у бразильцев. Жители крупных городов устроили сковородочный протест. Они недовольны правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С наступлением темноты тысячи людей в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро вышли на балконы и начали стучать ложками по кастрюлям и сковородам. Для усиления эффекта протестующие включали и выключали свет в своих квартирах. На сегодня в Бразилии заражены 300 человек, в том числе министр энергетики этой страны.